Скелет Фрунденского моста с каждым днём становится всё крепче и обрастает мышцами. Идёт бетонирование плиты проезжей части. Работы выполняют захватками. Сначала делают несъёмную опалубку и кладут арматуру, и только потом заливают бетоном. Сейчас арматурный каркас собран почти наполовину. Бетонные работы завершены на четверть. Всего для строительства используют 2000 тонн арматуры и 5000 кубометров бетона особого состава. Бетон подаётся бетонным насосами и станциями. Который уже перекачивает непосредственно на захватку, заливку. Здесь он идёт в хлористых солях, то есть он бы предрасположен на агрессивную среду. Реагенты, соли. После завершения процесса бетонирования строители выполнят устройство гидроизоляции и приступят к укладке асфальта на проезжей части. Параллельно продолжается возведение других объектов. Развязок на улицах Фрунзе и Шоссейной и основной автомобильной дороги. Подготовительная работа непосредственно сейчас проходит. Потом гидроизоляция проводится. И затем будут устраиваться слои асфальта бетона. Когда полностью будет готова вся бетонная монолитная часть на проезжей части. Всего на объекте трудится больше 300 человек. Общая протяжённость трассы составит более 2,5 километров. Запустить движение по мосту планируют до конца этого года. Андрей Горгуленко. События.